Новый канал. Сегодня. Прожители Авдеевки. Дурачков в одноголовых. Но начать хочу с другого. В том же сюжете. Неразорвавшиеся крашенки солдаты помещают флажками. Прилетели они еще в пасхальную ночь. Наблюдатели вычислили залпы шли из жилого квартала расположенного в Киевском районе Донецка. То есть стреляли из Киевского района Донецка в пасхальную ночь. Ну а теперь включим другой украинский телеканал ICTV за 14 апреля как раз таки. Послушаем. У Донецку боевики обстреляли Киевский район. Тут снаряд зруйнував будинок. Ну вот это ж надо. Стреляют из Киевского района. И при этом стреляют в Киевский район. Наверное у них снаряды вот так летают. Ну то такое. Перейдем к главному. Местные жители рассказывают. Тупые ватники. Откуда стреляют. Я определила все сразу. Куда оно? Вот оно сюда и полетело. В четвертый этаж, там где я живу. Украина там, потому что постукраинский там. Уже другие стоять не будут. Другие там стоять не будут. И стреляют это не динерации. Это украинцы. Вот танк едет. Танк едет. Мы видим танки едут. Едут мальчики. Оборжи, журналист. На дура. Я живу здесь. И поехали туда. Через 15 минут и пошло. Объяснять этим очаровательным старушкам основу артиллерийского огня и то, что выстрели танк прямой наводкой по дому, то в нем была бы не дырочка, бессмысленно. Ну и правильно. Чего ему убогим объяснять? Дом снесло бы просто от выстрела до фундамента. Да и фундамент снесло бы от выстрела из танка. Журналист уже в курсе. Он провел в зоне АТО парочку деньков. Но теперь тот же сюжет и тот же журналист. Целый день я слышу, как вдалеке разрывается один боекомплект за другим. Люди по звуку уже определились. Стреляют в опытном и песках. То есть, когда надо, люди по звуку определяют. А когда не надо, они тупые ватники, над которыми можно посмеяться. Я не знаю, кто там стреляет, но определитесь вы. Верить людям, которые вам говорят, откуда стреляют? Или не верить? Потому что в одном сюжете пускать две противоположные мысли, но это какой-то маразм. Маразм!